всем огромный привет моим подписчикам тем кто видит меня в первый раз меня зовут мария рада представить вас на своем канале сегодня мое видео будет посвящено достаточно популярной теме на youtube это коллекция бальзамов для губ тем более я думаю что тема будет актуальна преддверии осени холодов когда наши губы нуждаются в усердном уходе в повышенном внимании поэтому я вам сегодня расскажу о своей коллекции бальзамов какие из них самые самые крутые у меня есть бальзамы из люкс сегмента из масс-маркет поэтому есть из чего выбрать начинать я буду с самых бюджетных и так по нарастающей до самых самых мажорных скажем так начну с белорусского бальзама мне достался в подарок это марка маркел косметик с белорусская марка очень даже распространена в россии масло бальзам уход для губ sweet magic сладкая магия не придает цвет цвет он правда не придает он очень сладкий приятный на вкус собственно здесь очень удобный аппликатор легко его наносить на губы честно скажу именно как бальзам именно как увлажняющая субстанция он не очень хорошо работает но он очень круто работает как база для губ потому что он очень хорошо разглаживает кожу губ также он придает как будто бы им наполненности объем изнутри и все мелкие морщинки они очень хорошо разглаживаются с помощью этого бальзама поэтому использую данный бальзам именно как базу под какие-то помады яркие в особенности под красную помаду чтобы губы выглядели как можно более идеально перед нанесением помады и как можно более объемными как раз в этом мне этот бальзам и помогает следующий бальзам это baby lips знаменитый от мэйбелин у меня версия доктор rescue то есть не самая первая которая не передайте выпустил я так поняла это как раз таки уже из последних вариаций на тему он у меня с ментолом обычный бесцветный бальзамчик похож на гигиеническую помаду он не такой жирный как предыдущая версия которая мне абсолютно не понравилась при этом да он придает такой мятный холодок губам он не увеличивает губы из-за этого в объеме я в общем то такого не заметила он по моему там 12 часов увлажнения не обещают то есть он более увлажняющий должен быть чем предыдущая версия на самом деле да если ваши губы нуждается именно в таком скажем так увлажнение именно вам куда-то выйти надо или в офисе вам нужно губы чем-то увлажнять из-за того что воздух сухой кондиционированы в офисе то да это вот как раз таки такой вариант то есть он не спасет губы убитые он именно придаст им комфорт уберет чувство сухости и будет в общем то пока он нанесен на губах ухаживать за губами какого-то такого именно пролонгированного эффекта нет но именно как очень неплохая гигиеничка которая не жирная очень приятная также с таким ментоловым вкусом эффектом на каждый день бросить в сумку в общем да очень хороший он лучше чем предыдущая версия baby lips которая была очень жирная она абсолютно ничего не делаешь и даже больше сушила губы следующий бальзам в моей коллекции это знаменитый паттер и паттер от revlon у меня в оттенке 90 свит тарт он достаточно яркий вот такой вот оттеночек сейчас сделаю сводч чтобы вам было видно вот такой оттенок очень-очень яркий несмотря на то что это баттер он давал полноценное хорошее покрытие такой яркий оттенок мне в свое время очень-очень нравился этот баттер очень неплохой именно декоративный продукт потому что хороший бальзам он хорошо ухаживал за губами пока он был нанесен на губы он хорошо их разглаживал он убирал какие-то шелушения сглаживал их именно то есть это вариант не когда вы будете лечить губы а когда у вас в общем-то губы в среднем или в хорошем состоянии а вы используете этот бальзам чтобы они не обветривали чтобы они красиво выглядели чтобы у них был такой вот приятный куколь на розовый оттенок но даже тут будет более такой насыщенный оттенок хорошо держит свои границы без карандаша никуда не течет не затекать ни в какие складочки мне нравится крутой оттенок крутой бальзам очень хороший очень вам рекомендую можно найти в литуаль по-моему не продается и в каких-то интернет-магазинах а следующий мой бальзамчик от мед из косметикс можно найти в любом рингоше потрясающий бальзам очень мне нравится у меня пятый оттенок или версии что это с персиком в общем обычно такой вот бальзамчик не придает никакого оттенка но это как раз таки тот бальзам несмотря на то что он абсолютно мне кажется химозный у него и химозный запах персика но он потрясающе работает это как раз таки тот бальзам который восстановит мои потрескавшиеся губы за одну ночь потрясающий бальзам он очень приятный несмотря на свой очень химический запах персика у кокоса более натуральный более приятный запах то есть берите голубую версию мне она тоже очень понравилась у меня она была перед этим персиком именно очень хороший восстанавливающий бальзам также он не жирный при этом он очень хорошо ухаживает за губами он очень хорошо их восстанавливает увлажняет и За ночь действительно убирает все какие-то потрескавшиеся участки, какие-то шелушонки, все это он убирает, хорошо очень напитывает губы. За ночь этот бальзам действительно творит чудо, потому что несмотря на состояние ваших губ, будто потрескавшиеся уже или просто очень сильно шелушащиеся обветренные губы, в любом случае он за ночь сделает из ваших губ конфет, стоит там какие-то копейки, 150 рублей в ревкоши, поэтому, девчонки, обязательно попробуйте, это самый бюджетный, самый действенный на данный момент для меня бальзам. Следующий продукт от Спивак, тоже в баночке, у меня бальзам со вкусом апельсина, действительно очень приятный вкус натурального апельсина, в общем-то натуральный состав, он основан на эфирных маслах, на базовых маслах, на воске, но бальзам, в общем-то, этот не подойдет именно как защитный бальзам, потому что, если вы с этим бальзамом выходите на улицу, губы засохнут еще больше. Это неплохой такой вариант на ночь, и то в случае, если у вас, в общем-то, с губами нет какой-то катастрофы, если действительно все очень-очень плохо, он у меня почему-то не работал, не восстанавливал мои губы, несмотря на то, что вот предыдущий вариант, он работал вообще просто идеально. Здесь, к сожалению, не случалось никакого чуда, еще мне не понравилось, что с течением времени он стал очень плотный и очень плохо плавится даже от тепла губ и от тепла пальчиков, поэтому тяжело его нанести на губы. Не знаю, с чем это связано, но со временем он как-то действительно изменился, потерял свои вот эти вот свойства масляные, поэтому его очень сложно нанести сейчас из баночки на губы. Следующий бальзам в моей коллекции это нашумевший продукт от Nivea, это их знаменитое масло для губ, у меня вкус крем-карамей, сладкий, достаточно приторный запах, поэтому если вы любите, если вы не любите, точнее, очень сладкие запахи, то советую выбрать что-то другое. Ну, по-моему, там малина, ваниль и еще какие-то запахи, в общем-то, все достаточно сладкие. В общем-то, вот в таком варианте оно у меня сейчас. Единственное, что оно очень тяжело открывается, и также я вот, кстати, его тут покорябала, очень сильно прям вот туда ткнула пальцем. Вот, что хочу сказать, это очень неплохой продукт, именно как защищающий, то есть я его использовала в последнее время в офисе, наносила, чтобы губы просто не сохли от кондиционированного сухого воздуха. А так, в общем-то, он не увлажняет губы, к сожалению, он не питает их, он именно очень хороший защитный продукт, который именно вот пока лежит слоем на губах, он будет защищать ваши губы от обветривания, от сухости, от сухого воздуха офисного, от холодов, но как только вы его смываете, его действие, в общем-то, прекращается. То есть это именно такой барьерный вариант. Неплохое масло именно в плане, как такое дежурное, имейте у себя на столе в офисе, но если вы хотите восстановить свои губы, увлажнить свои губы, напитать свои губы, нет, это масло вам не подойдет. Следующий бальзамчик в моей коллекции, это бальзам от L'Oreal, это их новинка, Sexy Balm, по-моему, серия Infoible у них, и у меня 201 оттенок Wasted. Он такой очень яркий, насыщенный, сейчас вы его видите у меня на губах, поэтому я думаю, что свой сделать не имеет смысла, вы видите, собственно, товар лицом. Это именно, не пугайтесь такого насыщенного цвета, это действительно увлажняющий бальзам, потому что когда его наносите, какие бы у вас губы не были, какие бы они сухие ни были, он из них сделает просто идеальные губы, он их увлажнит, напитает, он очень комфортен в носке, несмотря на то, что он именно такой очень хороший увлажняющий продукт, не течет, никак не растекается, можно использовать без карандаша даже такой яркий оттенок, что мне нравится, что действительно очень хороший уход за губами, при этом очень плотный цвет, он даже будет поплотнее, чем гелевые помады Dior Addict, чем Clorans помады их знаменитые, увлажняющие, он именно плотнее, сам оттенок лучше ложится, при этом очень хорошее увлажняющее свойство этого бальзама. Я себе его, честно говоря, купила уже на осень, такой яркий, винный, актуальный осенью цвет, потому что мне показалось, что увлажняющий бальзам это как раз таки то, что нужно именно осенью, в холода, и я думаю, что это будет просто мой must-have этой осенью, посмотрим, как он будет работать в холода, но сейчас я его наносила на очень иссушеные губы, как раз таки после работы, после офиса, там у меня постоянно работают кондиционеры, у меня губы просто нереально сохнут, и он исправил всю ситуацию просто на мгновение, он разгладил все шелушения, он их не подчеркивает, он наоборот их как-то сглаживает, несмотря на то, что яркий цвет, по идее достаточно опасно наносить такие яркие цвета на губы, особенно когда они в плохом состоянии, но нет, он работает на ура. Следующий мой любимец этого лета, это Clorans Balsam Eclat Minut, у меня оттенок из весенней коллекции, 8-й, он относительно недавно появился, тоже яркий, ягодный, и мне он очень нравился, такой вот насыщенный, вот он у меня здесь, мне понравился именно этот оттенок, и мне понравилось, что он именно придает такой яркий ягодный оттенок губам, очень круто смотрится летом, на загорелой коже, я думаю, что и зимой, и осенью буду его носить, и Clorans Balsam Eclat Minut на самом деле для меня просто мастхевные продукты, точнее продукты, и Clorans Balsam Eclat Minut блеск, потому что это реально мой самый-самый любимый блеск, который ухаживает за губами, который их защищает, который их увлажняет, который смотрится обалденно, который можно нанести именно куда-то на выход, который моментально сглаживает какие-то неровности, какие-то шелушения, потрясающий продукт, и, наверное, из люксовых бальзамов, блесков, на что стоит потратиться, это именно Clorans Minut, он не такой дорогой причем, и последний продукт на сегодня, и самый дорогой бальзам, блеск в моей коллекции, это Yves Saint Laurent, это их знаменитый Tindy Oil, который вышел в прошлом году, у меня он в восьмом оттенке, сейчас покажу, мне нравится, что это действительно очень-очень крутой уходовый продукт, почему я его, собственно, вот он здесь у меня нанесен, он сейчас потемнеет, но он дает такой ярко-ярко-розовый оттенок, в общем-то, как вот здесь у него на упаковке, в общем-то, такого цвета становится и губы. Обожаю этот бальзам, он очень мне нравится, это реально очень хороший уходовый продукт, несмотря на то, что он все-таки относится к декоративной косметике, он потрясающе ухаживает за губами, он очень хорошо их напитывает, увлажняет, и по итогу, когда масло впитывается, у вас остаются губы такого оттенка яркого, то есть он как тинт работает, очень хороший, насыщенный, стойкий цвет дает, при этом и губы становятся более плотные, увлажненные, кожа очень преображается именно кожей губ. Несмотря на свою масляную текстуру, если вы нанесете без карандаша, ничего страшного не случится, если вы аккуратно нанесете, он также аккуратно в границах и останется. Поэтому, если вы являетесь поклонницей разнообразных тинтов, то обязательно советую приглядеться к этому продукту, потому что помимо насыщенного цвета вы получите обалденный уход. Это вся моя коллекция бальзамов для губ, она достаточно небольшая, я думаю, что для бьюти-блогера, но достаточно разнообразная, есть как дорогие продукты, как я уже сказала, так и очень-очень доступные. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какого бальзама, по вашему мнению, не хватает в моей коллекции. Поделитесь, пожалуйста, какой бальзам самый-самый классный, по вашему мнению, какие бальзамы вам помогают восстановить губы буквально за ночь, какие бальзамы вы любите носить на каждый день. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока!